Тема моя — предпринимательство на всякий случай. Если вы не знали, вы можете прочитать. Да, предпринимательство со шведским лицом. Лицо здесь почему-то мое, а не шведское. Вот на одном лице мне тысяча... Это год разлива! Хотела сказать, год разлива, 1999, год выпуска. На одном лице 1999, на втором — 2019. То есть в бизнесе я фактически 20 лет. И у меня при этом не дергается глаз. Заметили? То есть я вполне себе улыбчивый человек. Я люблю людей. Я каждое утро просыпаюсь с энтузиазмом, потому что мне нравится каждый день делать мой бизнес. Но так было не всегда. А вообще хотела я начать-то про другое, про то, что я сейчас уже делаю бизнес, потому что для нашего бизнеса, в принципе, немного нужно. Ну, как минимум, нужно два инструмента, а может быть даже только один. Это рот. У всех есть рот. В принципе, вы уже готовые бизнесмены. Если вы будете его еще открывать и говорить нужные слова, но это можно выучить, читать все умеют. Но если вы онлайн хотите работать, чтобы чуть-чуть ускорить, то это нужны пальцы еще. Пальцы, ну, телефончик у всех есть, правда? Может, пальцы не у всех есть, но телефон есть у всех. Ну, так я вот, знаете, я встану. Все-таки, да, фотосессия закончилась уже? Красиво получилось? Все, отлично. Куда отойти мне все время нужно? Да ладно, ну, все, вы знаете, как я выгляжу. Смотрите на фотографию там. Значит, так было же не всегда. Вот есть люди, которые, вот моя дочь, например, она родилась предпринимателем. Вот она родилась, как крикнула, я поняла, что все. Этот предприниматель в моей семье родился, и она с самого раннего детства показывала вот эти вот навыки. Она там сдавала бутылки, продавала жвачки, цветы, вообще все, что можно было продавать, она продавала. Я родилась летящая в облаках, до сих пор остаюсь такой. Выбрала я профессию библиотекарь. И вовсе не предпринимательскую, да? И в бизнес-то, бизнес я начала делать вынужденно. Знаете, когда денег нет? Вот вынудила меня ситуация жизненная делать этот бизнес. И то не сразу, и то не сразу. Потому что пришла я вовсе не на бизнес, а пришла я купить себе один раз туалетную воду, которая мне понравилась, и все. Но правильно заданный вопрос в определенное время, в нужное. Моего спонсора, моего наставника, Оля Аврискиной, вот он поменял траекторию моего парения в небесах кардинально. Но вы знаете, сейчас такое время... А что еще хочу сказать? Что за 20 лет, честно говоря, мало что поменялось. Ну вообще в жизни, да? Экономическая ситуация в стране и в семье, соответственно, продолжает желать лучшего. Ну-ка давайте мне подскажите, как сказать правильную фразу. Оставляет желать лучшего. Экономическая ситуация. Люди и через 20 лет от моего начала, то есть и сейчас продолжают искать источники дохода, обращаются как бы... Они поняли, что как бы найм уже все, но не дает тех денег, на которые можно как-то путешествовать, жить нормально, там что-то покупать и так далее. Поэтому люди смотрят на бизнес, в сторону бизнеса люди смотрят. И люди до сих пор, как и 20 лет назад, мало знают, практически ничего не знают о том, что Арифлейм – это бизнес. Представляете, какое поле деятельности для нас? Но люди, так как они не знают, что Арифлейм – это бизнес, а денег им хочется, они смотрят на возможности. А где найти денег? А деньги есть где? В бизнесе. Сейчас Света Симашка мне пока, ну, вместе со мной будет играть. Играть она будет такого бизнесмена. Вот Кроха сын к отцу пришел и спросила Кроха, все профессии хороши, хочу вот научиться предпринимательству. Научи меня, мол, предпринимательству. Я говорю, бизнесу, хочу бизнес делать. Я говорю, давай делать бизнес. Есть какие-нибудь тяжелые предметы? Вот, здесь есть какие-нибудь тяжелые предметы? Значит, давайте тогда, смотрите. Вот сейчас, Света, я говорю, я тебе сейчас научу бизнесу. Делать бизнес очень просто. Ну, тебе нужен первоначальный капитал. У тебя есть первоначальный капитал? Нет. Значит, берем в банке кредит 3 миллиона. Так, взяла вот этот кредит 3 миллиона. Тебя уже немножко прибило к креслу в этот момент. Потом я тебе дальше учу. Говорю, тебе нужно еще вот 24 на 7. И забудь, пожалуйста, о Еве, о Жоре и о том, что ты ходишь там на какой-то шопинг. Ты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю будешь заниматься бизнесом, потому что у тебя кредит 3 миллиона. Садись, занимайся бизнесом, 24 часа. Я дальше говорю, тебе нужен опыт ведения бизнеса. Поэтому плати денежку, потому что бесплатно ничего, никакие не курсы, ничего, как бы, давай, еще кредит один бери. Дальше я говорю, что тебе нужна аренда, потому что на улице же ты не будешь бизнес-то делать, да? Ну, то есть какой-то тебе нужен офис, аренда, другие текущие расходы. Есть еще проверяющие органы. Ну, это понятно, да, все. Ну, и, собственно говоря, все взвалило Света на себя. Ну, да. И помните такой фильм, да? «Загнанных лошадей пристреливают», не правда ли? Ну, то есть, если вас не пристрелили где-нибудь по дороге, то, значит, ну, просто, я хотела сказать, сдохли, как некрасивое слово, да? Выдохлись, вот так бы я сказала, вы выдохлись. Вы выдохлись. Да, да, ребят, ну, это реальная картина, как бы это сейчас, да, не было вот так вот смешно. На самом деле это грустно. Вот. Но дальше, дальше еще интереснее становится, потому что через год, через год 25% того, что из тех людей или компаний, которые начали, они уходят. Статистику дальше смотрим. Через три года 44% нет уже, которых были через 5 лет 55, через 10 лет 71%. Я себя спрашиваю и вас спрашиваю, хочу ли я оказаться вот в этой статистике? Я не хочу. Я тоже. Кто-то хочет? Но дальше Света, она не унимается, и люди, они говорят, ну, ладно, бизнес нет. Но уже есть волшебное слово. Красивое такое, франчайзинг. Да? Свет, есть такой франчайзинг. Хочешь? Ну, ты говори, хочу франчайзинг. Хочу франчайзинг. Отлично. Давай, франчайзинг. В принципе, здесь чуть-чуть, ну, например, нет, ну, давайте, причем серьезный. Давайте вот за 500 тысяч что-нибудь купим, за 500 тысяч. Да. Пока, Света, значит, окупаемость два года, при среднем, это все в среднем, я говорю. А вот сам вы, я прочитала, да, это стоит, вот чтобы купить, это стоит 5 миллионов 700 тысяч рублей. Вот если я хочу что-то серьезное. Света, сидите, пока изучаю франчайзинг. Что это такое, что это за бизнес-система? Да, я пока расскажу про конкретный случай, когда двое друзей купили франчайзинг, потому что им нужны были деньги, и они не хотели по найму. И через два года, это был лимонадный бизнес, они продавали лимонад. Через два года они что-то там сделали, у них получился оборот 100 тысяч, минус расходы и зарплата, знаете, какая у них была на двоих, по 20 тысяч рублей. Хочу я такой бизнес? Нет, я такой бизнес не хочу. Франчайзинг он называется, или как-то еще. Я хочу делать... И я не хочу. И ты не хочешь. Я хочу делать бизнес, ребят, когда у меня есть инструменты, вот они со мной. Не обязательно делать бизнес тяжело. Можно делать бизнес умно. Света прекрасно делает бизнес Арифлейм, потому что я как... Не важно, я девушка, допустим, или есть молодые люди, я как предприниматель не хочу отвечать за все. Я не отвечаю за производство, я не отвечаю за логистику, за доставку, за хранение, я не отвечаю... И я еще получаю... Я много ни за что не отвечаю. Ни за что не отвечаю, фактически. Просто красивая. Ну а что, вы разве не хотите так? Или хотите прям за все отвечать? Вот, знаете, так повесить на себя за все отвечать? Нет. Значит, и я еще много что получаю. То есть, что я получаю? Я получаю сайт. Вот кто-то делал сайты просто для того, чтобы, знаете, вот такую анкетку отправлять, чтобы они зарегистрировались. Ну это же не бесплатно было. Это сколько-то тысяч рублей стоило. На наш сайт кто-нибудь заходил? Заходили на наш сайт? Представляете, сколько он примерно должен стоить? Ребят, а вам, а вам и мне, и Свете, он достался бесплатно. Ребят, бесплатно, да. Я хочу инвестировать в бизнес, например, 149 рублей. Все. Ну да, хочу так. Вот. Значит, у меня есть, например, приложение. В телефончике есть у кого-нибудь приложение Skin Expert? Да, есть такое приложение? Все, ребята, вы уже можете делать бизнес, делать продажи товарообороны для своей организации, когда вы пришли к Свете, не знаю, Катрин, подошли и сказали, приложили, приложили телефончик, все, на вэдж вы продали. Давайте, продали на вэдж. Катрин, продали. Вот это ваш бизнес. И вы не покупали приложение. Оно у вас в телефоне, вы просто нажали на кнопочку, оно у вас загрузилось. У вас есть реклама для любого бизнеса, это основные вложения, они в рекламу, особенно на первых парах, да и не на первых тоже. Сколько мне стоила реклама с Воникой Белуччи? Сколько? Она для меня стоила. Я заплатила сколько-нибудь? Или с Димой Билан, или с Плющенко. Вы сколько-нибудь заплатили? Вы пользуетесь этим каталогом? И когда Королевский бархат продавался, потому что там была Моника Белуччи. Почему мы не можем об этом говорить, когда люди меня спрашивают, вы сейчас рекрутируете, и когда люди слышат слово Ари Флейн, говорят, это не бизнес. И вам нужно знать эти факты, чтобы что-то говорить людям, что вот он бизнес. Дальше поехали. Ну, кроме этого, там вот есть еще то, что вам и чемоданы по рекрутинговой компании, и все, что хотите, и еще автомобили дарят, и путешествия в подарок, это такие приятные бонусы, которые ни в одном традиционном бизнесе невозможны просто. Ну, просто невозможны, и все. Ну, дальше что? А дальше вот, что тут получается? А к чему кольцо-то? Хотели спросить. Я подумаю сейчас, а вдруг бесчердно будет всего замуж? А вдруг? Да, значит, я хочу сказать, что у меня тут остается каких-то две минуты, да? Три? Три минуты. Я тут много могу натанцевать вам за три. Значит, и если мы как представляем из себя людей, которые имеют влияние и хотим иметь влияние, мы должны говорить об этом людям. В каком формате вы будете говорить? Какой способ вы выберете разговоры с человеком? В чатах ли вы будете писать, вебинары устраивать? Не знаю, с каждым человеком, кандидатом и не кандидатом, не новичком, не новичком об этом говорить, да? О том, что вот бизнес, вот франчайзинг, вот вложение, вот это, а вот это бизнес, рефлейм. И вот это минусы, 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 а здесь плюсы, 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 плюсы. Да? И что мы получаем в итоге? Мы получаем в итоге то, что еще я раньше сказала, что необязательно делать бизнес трудно. Не обязательно. Нам кажется, что вот если бизнес, то вот он должен быть обязательно очень трудно его делать. И для бизнеса, для бизнеса, ну как вот для меня, например, и для Светы, думаю, что и для всех, когда есть партнер, это всегда проще. Какой мы хотим, чтобы был партнер? Я на очень простом примере объясняю, про замужество, опять же, да? Все-таки выйти мне замуж в этом году. Ну вот, когда девушка хочет выйти замуж, как она? Она хочет, во-первых, чтобы партнер был один на всю жизнь. Ну да, ну нет таких людей, когда, ну ладно, поживу там годочек, потом там, ну следующего возьму, там поживу. Ну мы хотим, как девушки влюбленные, там любящие, одного и на всю жизнь. Правильно, Вика? Ну да. Скажи да уже, не ируешь мне презентацию. Не ируешь презентацию. У Света спрошу, вот Света мне точно скажет, одного и на всю жизнь. Да, да. И какого мы хотим, чтобы был щедрый, сильный, да, на руках носил, цветы дарил, понимаете, куда бриллианты дарил, в путешествие возил, да, и в горе, и в радости, как говорится. Деньги присылал. Да, деньги присылал. Каждый 21 день, понимаете, да, о чем я? И в итоге, ребят, вот мы получаем бизнес не на год, не на два, а на всю жизнь. Бизнес, который делается легко, бизнес, который приносит доход, серьезный, очень доход приносит этот бизнес, бизнес, который становится семейным. Дочь, встань, пожалуйста. Семейный бизнес сейчас встает. Дочь, вы провели. И который можно оставить в наследство. Не об этом ли мы мечтаем? Каждый из нас. Вот я вам желаю такого бизнеса с Арифлейм. Все, теперь хлопайте мне, пожалуйста, я закончу. Наталья, Наталья Бесчетверсева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok